Одесска-грузинская киностудия представляет Добрый вечер! Добрый вечер! Здравствуй, Украина! Здравствуй, граница! Дорогие друзья, мы собрались сегодня здесь, чтобы не пропустить через державный кордон Украины мошенника, популиста И потрясающего кордонера Михо Сагашвили! Просим, 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 просим Магнаты И я Водочки, водочки На душе исты Аааааа Ты, носатик мой Оу, Львов Ты кто? Я садовой Я не спрашиваю, какая у тебя должность Фамилия как? Мэр садовой. А, совмещающий. Юля, занюхать дай. В Украине грузин сиени. Пограничники пошли. Стоп. Что это за молодые пограничники, а? Мы же с вами репетировали. Этот жесткий, злой, весь в шрамах пограничник, который должен кричать, «Вай, помогите, стреляют!» Микола Сакаш, живот у него разболился в туалете садить. Мы тут чей прорыв снимаем? Мой здесь или его там? С робом, с робом, Микола Николосов. С робом. Мой кавказский игрок «Мне удавил рот» «На полмиски вошел в стегнин» «Вау, доверять...» «Взоб назад!» «Назад». Ты чего молчишь? А шо? Ну шо, а шо? Три дня репетировали. Давай. Сторинка один, питання два. Вы как сюда попали? Весь просите меня, кто меня запустил через границ Украины. Отвечу вам словами своего фитнес-тренера. Миша, ты сам себя запустил. И... Да, вперед! За грузинской звездой кочевой На руках заносите меня. Я так, слава, я так, разверни головой Ведь ногами перед мне не стану. Так, стоп! Стоп! Ну, что это за вакханалія? Что за неразберега? Чего вы выедете всі? Мы же репетировали. Задача дуже проста. Не наши, в зелених беретах. Наши в любом. Все, как у футболистов Динамо. Побігали, поштовхалися, гроши получили, поїхали в інше місто. Але на відміну від футболистів Динамо І в Маріуполь теж. Ясно? Давайте ще раз. Починаємо. Самое начало. І втроєм по тропе, навстречу судьбе, В обокружении преданных нас. Іюля, існо тобою, ах ты моя дорогой, Остальніє по 100 гривень час. І вперед за грузийськой сезон качевой, На закаті дрожат паруса. І в глядя з безпринутной тоской, Покровенюшими ревиза. Шановні! Шановні! Незаконне пересечення державного кордону Це тревожний звонок. Право дать торжественне. Перший тревожний звонок предоставляється Участниці корупційної схеми, Учениці 1-го А-класса, А по совместительстві замглави Львівської администрації Аленочке Садовой. Незаконне пересечення державного кордону Очень красиві, діти. В наряд нам прийшли. Николозович наш любимий Подарив на праздник книги І тепер із них ми знаємо А. Арбуз, А. Б. Барыги. Очень гаразд, що може біше це Хороший мальчик скажіть, будь ласка. Става сьогодні з позранку Перший клас відь на носу Переніс вже вітрянку І міхо перенісу. Давайте поаплодуємо цим талановитим малючкам. Діти корупціонерівці наші майбутні. Ну що? Що там дали по сценарию? Неподкупні журналисти? О, запускай. Ага, цігані ушли. Журналисти пошли. Опа! Добрый вечір, здрасте. Михаил Николаївич, скажіть, будь ласка, ви будете баллотуватися в президенти? Ха! Кто мене спрашиває? Пятый канал. Отвечу прямо без посредників. Да, Петр Алексеївич? Спасибо. Можна? Пожалуйста. Газета «Украинская правда». Смішне названня. Їх не було в сценарі. Нічого, я выкручусь, п'ожалуйста. У вас нет паспорта. У вас нет гражданства. Вас уже называют самым влиятельным бомжом в мире. Парируйте. Що паріруйте? Несмотря на то, що у мене немає документів. Понимаєш, я все равно самий справжній українець. Честного слога. Знаєте, як я володюю українську мову? Я кожного ранку просинаюся в своїй хаті з позоранку самого, надягаю висіванку, беру в руки 4 биту. 3 биту. Скільки було бит, столько я взял. Ты садовник, іди стрігі кусты. Беру 4 биту, вихожу в свій садочек. У мене прекрасний садочек, такой вишневий, волохатый. Колохатый. Колохатый, волохатый, іди стрігі клубнику, я тебе сказав. Міщайш ти мене все время. Вихожу в садочек і заспіваю, співаю, воюваю свою влюблену українську пісню. Ніч якомісячна зоря на шкіряка. Зоря на ясна там. Слухайте. Словник. Я вам так скажу. Міхо більше українець, ніж вашій Аваков з Гройсманом. Ну, може, і не більше, такий же. Ну, раз ви такий український знаєць, можете зараз без акцента сказати «Поляниця». Ха, легко, я могу без акцента сказати «Пошіль на х**р». Нравится. Щепотання. Газета «Комсомольская правда» после декоммунизации «Бандерівська істина». Міхайл Николаївич, скажіть, що ви сделаєте первим делом, коли вернетеся в Україну? Первим делом я накажу всех коррупціонерів. Інтересно, як? Ви це розумієте по моїй нової фамилии Сакашпилюююлі. Дякую. Наступне. Газета «Новости із пальцем». Моя любима. Да. Расскажіть з самого начала, як ви пробирались через границу? Міне було дуже тяжко з самого начала. Перед тим, як я проворовався через границу. Прорвався. Прорвався через границу. Так. Міне все мешали. Первым делом мені мешали депутати із блока БББ. БПП там. І вони тежі. Значі так, в якому-то момент, коли я вже прорвався своїми товаришами, собратися через границу, мені захотілося німножко пошти в кусти. Дазі там у мене були перепони. Кусти начали от мене убігати со словами кусти, тільки для граждан України. Ужас. Це кошмар. Потом. Ви знаєте, що було потом? Потом вони натравили на мене собак. Собак, які до цього були натаскані на наркотики, їх перенатаскали на Саакашвили. Це опасно? Очень. Ви тільки представьте собаку, котрій неделю не дали можливість нюхати кокаїн. Біжіть на мене, це огромна балонка, із носа кров хлещет. Глаза в депресію подбіляє, велицює тут не все, понимаєш. Це достатньо. Ну, ви зрозуміли, да? Можна? Канєшно. Портал «Здоровенькі булы» і вряд ли вже будем. Ваші плани на будущее? Давайте я розповім. Ви знаєте, Міхо Саакашвілі, він як гаряча вода. Сьогодні у Львові, завтра у Вінниці, а післязавтра може бути у Києві. Настяки, Юлія Владимировна, а ви що тут робите? Ну, що за дивне питання? Юля Тимошенко завжди там, де беззаконня. Як би двояко це зараз не звучало. Так, а взагалі, ну вы же понимаете, я просто не могла покинути своего вирного соратника в такую тяжкую хвилину. Наша давняя дружба с Міхо триває уже, о, страшно подумать, півтори години. А я завжди поддерживала таких, как он, Луценко, Арсений Яценюк, Надя Савченко, это все. Юлия Владимировна, вы прям как мать драконов. Слухайте, іди збирайте світятам. О, а вот і мэр приїхал підтримувати Віталій Владимирович. Віталій Владимирович. О, привет. Здрасте. Я привез письмо для вашого хачика. Мальчика. Да, извините, да. Только я вам его не отдам, потому що у вас документов нету. Подожди, письмо адресово на мле? Да. Ну? Не, спішите, не надо. Пётр Алексеевич строго-настрого мне приказал письмо не открывать и передать лично в руки. Поэтому у меня для вас две новости. Одна хорошая, другая вторая. Первая, я потерял письмо. Вторая, я успел его прочитать. Ну вот же, ну тогда перескажите своими словами. Вы уверены, что если я буду говорить своими словами, то все поймут? Значит, а в двух словах можно? В двух словах тоже не получится, потому что фраза «шоб ты сдох» — это три слова. Слухай-то, ну якщо пам'ятаю, то давай-то весь текст целиком. Да, хорошо, так. Що ж там було? Дай Бог пам'ятник. Щас. Ага, вот. Тиверп Охим. А? А не, это я вверх ногами письмо начал читать. Щас переворачиваем. Во. Привет, Михо. Привет, дорогой. Дальше, значит, президент просит тебя, чтоб ты не роща. Чего? Нет. Чтоб ты не джунгли. Нет. А, чтоб ты не лес. Не лес. Чтоб ты не лес. Да. Дальше президент говорит, что не надо было тебе приезжать. И потом еще раз говорит, что не надо было тебе приезжать. Как это может быть? Очень просто. Я прочитал одно место два раза. Дальше. Президент выдвигает тебе культиватор. Не-не-не-не-не, навряд ли. Калькулятор? Тоже не то. Удлинитель? Может быть, ультиматум? Не, может и ультиматум, но как ты тут теперь проверишь, что ты? Это да. Да. Значит, он говорит, что ваш поступок — это детская шапочка. Что? На голову не налазит. И что у вас спадают штаны. Да. Что ты распоясался. И это, знаете, уже очень толстый Шавковский. А я не понял. Что? Ни в какие ворота не лезет. Да. И если вы в ближайшее время не покинете территорию Украины, то он попросит ан... Ан... Блин, дальше тяжелое слово идет. Ан... Антикоррупционный комитет? Нет, тяжелое слово я говорю. Тихо. Ан... Антикризисную коалицию. Это тяжелое слово. Я ж сказал только шо. Ан... А, вспомнил. Он попросит Антона Герасченко принять меры со всеми насморками. Чего? Вытекающими последствиями. И это не пустые угромы-молния. Угрозии. Да. Дальше что? Дальше что? Ай-яй-яй. Быстрей-быстрей. Животик болит. А мне пришлось потерять письмо. Ага. Что происходит? Ну, давайте так. Якщо это все, то до побачення. Нет, еще не все. Лично от себя хочу сказать. Иногда, когда ты видишь границу, может показаться, шо было бы хорошо ее пересечь. Пока ты этого не сделаешь. Кэти Каггари, книга, раздвигая границы. Охренеть. Какая красивая, еще очень удивительная, умная фраза. Конечно. Ерунду ж в печеньки не кладут. Все, почтальон печеньки. Счастливо. Так, слушайте, пане пограничник. Давайте закинчивать это шоу. И в завершении нашего торжественного концерта, посвященного незаконному пересечению державного кордона, поет сводный хор пограничников. Ночь пришла, и окна погасили. Все спокойно спят и видят сны. В эту ночь решился Кашпили Перейти границам Шипини. Но разведка доложила точно Порошенко лучший президент. Вот такая функция разведки Протяжением трех последних лет. Отрываться сам он не решался. С ним пришли, чтоб не было проблем. Закадычный, кринопрепят рука И пашетка садовой наек. И друзьями стали оппоненты Засветился даже садовой Был за это вызван президентом Для беседы садом, а за бой Был за это вызван президентом Для беседы садом, а за бой Лучшие вокалисты «Хрещатика» Ваши облудесвяты А также петель «Чур»